Глава 24. В апреле в горах и на равнинах начал сходить снег, а в мае земля уже зазеленела. Однако это была весна 1865 года, и война, которая раздирала страну целых четыре года, завершилась победой севера. Май принес с собой резкий приток дополнительной кавалерии на западные территории. Свободные теперь солдаты были готовы принять участие в войне с индейцами. Зимой индейцы совместными усилиями Сиу, Шайонов и Арапахо совершили трудный поход вдоль реки Южной Платты. В отместку за кровавую резню в Сент-Крик они сожгли город Джолесбург и скальпировали его жителей, заранив ужас в душах белых поселенцев. Несколько сражений состоялось в непосредственной близости от форта Лорами. В многочисленных рейдах были уничтожены целые мили телеграфных проводов, сожжены железнодорожные станции и поезда, атакованы небольшие военные посты. Племена успешно уничтожали коммуникации и продовольственные запасы, направляемые на запад, и среди людей началась паника. Теперь же с увеличением числа солдат племена стали объединяться в большие поселения. Весной объединились Сиу и Арапахо, а также собрались вместе северные и южные шайоны. Были проведены большие весенние охоты, а церемонии устраивали день за днем. В результате объединения племен угроза нападения солдат несколько ослабла. Наступило время праздников и развлечений, как, впрочем, и время проведения удачных рейдов против их белых врагов. Пламя и Сияющая Звезда радовались этому объединению. Возобновив дружбу с другими женщинами, с которыми не виделись с празднования танца солнца прошлым летом, они с радостью показывали всем своих новорожденных и поздравляли других женщин, также недавно родивших детей, вместе разделывали животных и дубили кожу, вместе собирали дрова, весенние растения и корни в лесу, ходили друг к другу в гости и гадали. Однако в это время начали происходить странные вещи, непонятные дьявольские вещи, сильно испугавшие пламя и ее сына. В первый раз, когда однажды она вернулась в свою хижину и нашла там бешеного скунса, она подумала, что это случайность. Бандит загнал скунса в угол, они стояли, уставившись друг на друга, и пламя растерялось, не зная, что делать. Пена капала с клыков скунса, и вся хижина наполнилась его вонючим запахом. Ночного ястреба не было, но один из юношей сумел убить скунса, пронзив его стрелой прямо в сердце. Труп был вынесен за пределы поселения и сожжен, чтобы никто из животных не заразился. Хижину проветрили и окропили специальной смесью из корней и растений, чтобы избавиться от вони. Многие часы провела еще потом пламя, отстирывая и очищая от запаха циновки и одежду. Было странно, что никто в поселении не заметил скунса до того, как пламя обнаружило его в своей хижине. Но она как-то не задумалась над этим. Она решила, что это один из тех необъяснимых случаев, которые иногда бывают в жизни. Однако несколько дней спустя она собиралась уложить облако войны в колыбельку, чтобы заняться ужином. Как вдруг какой-то странный сухой шелестящий звук привлек ее внимание. Держа сына на руках, она подошла к его колыбельке и там увидела свернувшуюся в кольцо гремучую змею. Потрясенное пламя с криком выбежало из хижины. Все это снова произошло в отсутствии ночного ястреба. На этот раз двое мальчишек вытащили змею из ее хижины. Прошло еще много времени, прежде чем она окончательно успокоилась, и еще гораздо больше, прежде чем смогла без содрогания смотреть на колыбельку своего сына и представлять, что могло произойти, не заметя она вовремя эту змею. Как близко она была к тому, чтобы уложить малыша прямо на нее, облако войны не выжил бы после ее укуса. Теперь пламя серьезно задумалось, что бы все это могло значить. Похоже, кто-то настойчиво пытался навредить ей или ее сыну, или им обоим. И история с бешеным скунсом не казалась ей теперь случайностью, а уж гремучая змея нисколько. И никто не смог бы теперь убедить пламя, что змея сама заползла в ее хижину и улеглась прямо в колыбельку облака войны. Кто-то намеренно положил ее туда, так же, как и намеренно подкинул скунса. После этих двух случаев пламя стала очень осторожной. Сияющая звезда разделяла ее убеждение, что кто-то замыслил неладное против нее и ее сына. Она также внимательно следила за всем необычным, что происходило в поселении, и любым человеком, который казался подозрительным. Обе, конечно, сразу же подумали на маленькую крольчиху, но не могли подтвердить свое подозрение, и поэтому не осмелились открыто обвинять ее. Пламя даже перестало видеть сны, которые могли бы предупредить ее о грозящей ей опасности или хотя бы предсказать, кто стоит за всеми этими случаями. Это превратилось в опасную игру. Своего сына пламя не отпускала от себя, даже когда работала, все время держа его в поле зрения. Она выработала привычку постоянно оглядываться вокруг и не расслабляться ни на минуту. Прежде чем войти в хижину, она каждый раз внимательно оглядывала ее, проверяла каждый уголок, не спрятано ли там что-нибудь. Когда ночной ястреб отсутствовал, она ставила колыбельку облака войны рядом со своей циновкой и спала с ножом в руке. Вернувшись домой и узнав, что произошло в его отсутствии, ночной ястреб впал в ярость. Он научил ее пользоваться ножом так, чтобы убивать сразу. Он ни на минуту не сомневался в том, что происшедшее не было случайностью. Он подробно расспросил всех, чьи хижины были рядом, и предложил хорошую награду тому, кто даст ему хоть какую-нибудь информацию. Потом он начал обучать пламя, как защитить себя с помощью ножа и копья. Даже когда ночной ястреб оставался дома, пламя была не в состоянии ослабить свою бдительность. Часто по ночам она просыпалась от малейшего шороха и чувствовала необходимость проверить, рядом ли облако войны. После этого она уже не могла заснуть вновь и лежала без сна до утра. Бессонница и постоянные волнения сделали свое дело. Она стала худеть, под глазами у нее появились темные круги. «Если так будет продолжаться и дальше, — думала она, — я могу потерять молоко и не смогу кормить своего сына». Невероятно! Но каждый раз, когда возвращался ночной ястреб, странные инциденты прекращались, а когда уезжал, начинались снова. «Это не мог сделать Кривая Стрела», — убеждал он пламя, когда она сказала ему, что подозревает маленькую крольчиху. «Кривая Стрела был со мною во всех рейдах, и я бы заметил, если бы он исчез хоть ненадолго, если это делает маленькая крольчиха, то без его помощи». Когда пришло время снова вести своих воинов в рейд, он прижал пламя к груди и сказал, «Береги себя, пока меня не будут голубые глаза. Не забывай все то, чему я тебя обучил, и постоянно держи при себе нож». «Я боюсь», — мягко сказала она, подняв голову и глядя ему в лицо. «Это говорит о том, что я трусиха, да, ночной ястрень?» Улыбнувшись в ответ, он провел по ее щеке тыльной стороной ладони. «Нет, моя любовь, это говорит о том, что ты мудрая и заботливая мать. Было бы странно, если бы ты не боялась, но не позволяй этому страху управлять собой. Это ты должна управлять им». «Как?» «Будучи сильной и очень-очень осторожной. Мы поймаем этого негодяя и накажем. Ты должна верить в это и быть сильной ради нашего сына». Когда она уже поверила, что больше ничего не случится, ей явилось еще одно видение. Это было через какое-то время после того, как однажды, войдя в свою хижину, она обнаружила, что кто-то наведывался туда в ее отсутствие, поскольку некоторые вещи лежали не там, где она оставила их. Но после этого все было спокойно, и она уже начала думать, что ее противник оставил ее в покое. И тогда она увидела сон. Она не видела в нем человека, который вошел в ее хижину, ни даже кто это был, мужчина или женщина. Она увидела только руку, протянувшуюся за ее мешком с желудевой мукой. Темные пальцы развязали веревку, стягивавшую отверстие, и из ладони в мешок посыпался какой-то порошок. Затем мешок был поставлен на место, и незнакомец потихоньку покинул хижину. На следующий день вместе с сияющей звездой они наблюдали за хижиной, пытаясь вычислить, кто будет пытаться проникнуть туда, чтобы бросить яд в мешок с мукой. Когда пламени надо было куда-то отлучиться, за хижиной следила сияющая звезда. Но как бы они ни старались не спускать с хижины глаз, кто-то все же сумел незаметно проникнуть в нее. Пламя обнаружило это в тот самый момент, когда оказалось на пороге. Все оказалось было на своих местах, но тем не менее ее не оставляло чувство, что кто-то все-таки побывал здесь, будто дьявольский дух все еще носился в воздухе. Подойдя к мешку с мукой, пламя уже не сомневалось, что в нем был яд. Несколько перышек, которые она засунула между мешком и столбом, на котором он висел, валялись теперь на полу. Пламя специально положило туда перышки и теперь не сомневалась, что в муку был всыпан яд. Ничего больше в хижине не было тронуто. Пламя выбросило муку, заняв свежий запас усияющей звезды. Женщины решили не рассказывать пока никому о случившемся. Они просто вернулись к своим ежедневным обязанностям и наблюдали, кто будет проявлять к пламени повышенный интерес. Особенно внимательно они следили за маленькой крольчихой, но та была, как всегда, злобной. Несколько дней спустя некто чуть не убил пламя, метнув в нее нож в тот момент, когда она с несколькими другими женщинами собирала дрова. Пламя безумно испугалась, блестящее лезвие прозвенело в миллиметре от ее головы, и если бы в этот миг она не наклонилась, чтобы подобрать упавшую ветку, нож попал бы прямо ей в грудь, а если бы она обернулась, он пронзил бы крохотное тельце облака войны, безмятежно спавшего у нее за спиной. Несмотря на то, что рядом были и другие женщины, никто не заметил злоумышленника, метнувшего нож. Никто даже и не знал, что случилось, пока пламя не вскрикнуло, и они, оглянувшись, не увидели все еще качавшийся в стволе дерева прямо над ее головой нож. Они подбежали, чтобы успокоить пламя, громко обсуждая произошедшее, а потом помогли ей добраться до поселения, видя, как сильно напугана их сестра. Все они, казалось, сильно переживали из-за случившегося, и никого из них пламя не могла заподозрить. Также невозможно было и опознать нож, поскольку это был самый обычный нож, которым пользовались все женщины племени. Решил эту проблему ночной ястреб после того, как он, вернувшись, узнал о произошедших событиях. Хотя они и не смогли узнать, кто все это сделал, но предотвратили будущие попытки угрозы жизни пламени и облака войны. Решение оказалось на редкость простым и блестящим. Пламя удивлялось, как это они не додумались до этого раньше. — Мы распустим слух, что у тебя было еще одно видение, — объяснил ночной ястреб ей, сияющей звезде и каменному лицу. — Это видение предотвратит любую попытку угрожать твоей жизни, и хотя в нем не будет определена личность нападавшего, но в нем будет то, что ты благополучно спасешься, а твой враг примет смерть в результате задуманного им же плана. — Но как это сработает? — поинтересовалось пламя. — А если злоумышленник догадается, что это всего лишь уловка, мы же не знаем, что он задумает в следующий раз? Легкая улыбка тронула губы ночного ястреба, а глаза его коварно блеснули. Это так. Поэтому мы пустим слух о самом видении, но не о его содержании. Пусть он знает, что бы он ни предпринял, любой его план потерпит провал и приведет его к собственной смерти. И пусть он думает, что ты видела во сне именно тот план, который он только что собирается осуществить. И он испугается, поскольку все твои сны сбываются, добавила сияющая звезда, хлопая от радости в ладоши. Мы должны убедить его, что если он прекратит свои попытки, это спасет его от собственной смерти. Если он не будет знать точного содержания сна, он побоится реализовать любой план, потому что будет думать, что ты предвидела именно это, заключил каменное лицо. Это хорошая мысль. Уже на следующий день они привели свой план в исполнение. Прошло несколько дней. Ночной ястреб отправился в рейд, и за время его отсутствия ничего странного или дьявольского не произошло. Спустя месяц они поняли, что их план оказался удачным, и что теперь они могут немного расслабиться. Жизнь пламени и ее сына была теперь вне опасности. Будто специально для того, чтобы упрочить ее положение в племени, а, соответственно, и ее безопасность, пламя увидело еще один сон, который заставил всех буквально трепетать перед тем великим даром, которым она обладала. В то лето организаторами танца солнца, присутствие на котором пламя вежливо, но решительно отклонило, были Сиу. Шайоны же, в преддверии возросшего числа рейдов и сопутствующего им риска, воспользовавшись тем, что много людей собралось в одном месте, решили провести церемонию священных стрел-талисманов. В течение четырех дней церемонии хранитель стрел, шаман, особо чтимый среди шайонов, должен был открыть четыре стрелы. В ходе самой церемонии старые наконечники стрел заменялись на новые, только что освященные. Шайоны ничего не почитали так свято, как эти четыре всемогущие и важные стрелы. От церемонии к церемонии эти стрелы находились во владении хранителя стрел, и никто не мог даже дотронуться до них вплоть до его смерти, после которой они переходили к другому, не менее почитаемому шаману. До следующей церемонии их хранили в особо секретном месте, чтобы их невозможно было потерять, украсть или сломать. Их держали в специальном чехле из меха койота, который, как и сами стрелы, был специально освящен. На этой церемонии все воины и охотники племени могли пройти мимо и взглянуть на стрелы, делая подношения и молясь, чтобы те защитили их и их братьев во время сражений. Женщинам категорически запрещалось смотреть на эти священные предметы, в противном случае последние могли потерять свою магическую силу. Но сейчас священные стрелы-талисманы не могли найти. Последний хранитель стрел внезапно, загадочно умер, не успев передать чехол со стрелами своему последователю, ни даже рассказать, где они находятся. И племя шайонов охватило паника. Что они будут делать, если им не удастся найти священные стрелы? Нет никакого сомнения, что весь их народ погибнет. Они будут убиты в сражениях и умрут ужасной бесславной смертью, если не найдут эти талисманы. Защита этих стрел была жизненно важна для них. К удивлению многих, именно пламя сумело помочь им. Однажды ей приснился сон о четырех старых стрелах, наконечники которых были сделаны из камня, а не из металла. Они лежали в старом меховом чехле, который давно нуждался в ремонте. Пламя не могла объяснить, почему ей приснился этот сон. Она видела, что стрелы спрятаны в узком отверстии, в том месте, где три одиноких дерева образуют треугольник. Недалеко от места, где они были спрятаны, возвышалась высокая скала. Больше пламя ничего не видела в этом коротком сне, никаких знаков или людей. Она почувствовала что-то важное в этой информации, хотя и не усмотрела в ней никакой опасности. Она не могла понять, что означает ее сон, а совиных глаз не было в хижине, когда она пришла к нему за разъяснением. Так она и забыла об этом странном сне. И лишь когда весть о том, что священные стрелы утеряны, распространилась по всему поселению, пламя вспомнила о своем сне и пошла к совиным глазам. — Как выглядят эти стрелы? — с любопытством спросила она. Озабоченно качая головой, шаман ответил «Я не могу сказать тебе этого. Женщинам не дозволено глядеть на них». — Они старые, — настаивала она. — Четыре стрелы с каменными наконечниками в старом меховом чехле? Взгляд, полный удивления и недоверия, — стал ей ответом. — Пламя! Откуда ты об этом знаешь? Кто рассказал тебе о стрелах? — У меня был сон об этих стрелах, — пояснила она. — Хотя тогда я не знала, ни что этот сон означает, ни то, насколько важны эти стрелы для племени. — А где они находятся сейчас? Ты видела? Она кивнула. — Они между тремя деревьями, которые образуют треугольник. Недалеко находится большая скала. — А где эти деревья? — Не знаю. Шаман стал расспрашивать ее о видении, и девушка вспомнила еще некоторые детали. Чтобы не упустить последний шанс найти священные стрелы, совиные глаза ввел ее в транс. Теперь, когда он задавал ей вопросы, картина прояснялась все больше и больше, детали проступали все четче и четче. А поскольку шаман так и не смог определить местонахождение стрел, он пригласил членов военного совета и в их присутствии снова стал задавать ей вопросы. Она еще раз рассказала обо всем, что видела во сне. Один из военных вождей из того же племени, что и хранитель стрел, вспомнил одно такое место недалеко от их зимнего поселения. Оно находилось на расстоянии нескольких дней езды от того места, где они были в настоящее время. Туда тотчас направили гонцов. Через несколько дней, наполненных тревогой и ожиданием, они вернулись, привезя с собой четыре стрелы. Великий крик радости вырвался из уст членов племени, а пламя провозгласили почетной предсказательницей племен, поскольку она спасла весь народ шайонов от неминуемой гибели. После избрания нового хранителя стрел была проведена церемония, чувство успокоения, о котором они забыли с тех самых пор, когда священные стрелы были утеряны, охватило души шайонов. Признание и благодарность за это достались целиком и полностью пламени. Ее имя попало в их легенды, как имя провидицы, которая нашла четыре священные стрелы, единственной женщины, которая видела их, пусть даже и в своем чудесном сердце.